Вот мой электромобиль. 7 12-вольтовых батарей для номинального напряжения 84 вольта, зарядка в процессе модернизации. Раньше использовал обычные магазинные зарядки, но оказалось, что достаточно эффективно работают обычные блоки питания для ноутбука. Такие блоки питания с номинальным напряжением 16,5 вольт, пропустив через несколько диодов, можно сделать ровно 14,4. Это отличное напряжение для заряда постоянным напряжением 12-вольтовых свинцовых аккумуляторов. Вот видно, что 4 аккумулятора сейчас как раз подключены к зарядке. 14,4-14,3 вольта, то напряжение, при котором они заряжаются достаточно полно и при этом не перезаряжаются. И одна батарейка все еще подключена к магазинному заряднику. Этот временно вознесся. Панель приборов сверху амперметр, а снизу вольтметр. 1 ампер это потому, что включено реле, подключающее седьмую батарейку. Дело в том, что контроллер двигателя рассчитан на максимальное напряжение 90 вольт, и при 98 вольт он входит в режим защиты. Поэтому иногда этим выключателем приходится одну батарейку отключать. Просто для того, чтобы сбросить напряжение до 12,9 вольт хотя бы на каждый, тогда суммарное батареечное напряжение 7 батареек будет ниже 90 вольт. И машина будет так бодренько ехать. Разница между 6 и 7 батареями заметна невооруженным глазом. Для обогрева машины я встроил керамический элемент и оставил от него панель управления, если так можно сказать. Элемент встал на место радиатора и подает теплый воздух через штатные вентиляционные каналы. Можно регулировать температуру и оставлять его включенным, пока меня нет. Тогда к моему приходу машина становится тепленькой. Чтобы не тратить лишнего напряжения, нагреватель может работать от таймера. Во время стоянки перед уходом я программирую таймер, поворачиваю его так, чтобы так, чтобы отопитель включился за полчаса до моего прихода. Тогда машина будет абсолютно прогретой. Во время движения реле переключает отопитель на аккумуляторы. Потребляется порядка 10 ампер, но зимой без этого совсем тоскливо. Двигатель от электропогрузчика рассчитанный на 48 вольт. Электропогрузчик был Хистер. Двигатель сделан, видимо, английской компанией. Made in England. При 80 вольтах он очень хорошо работает. Контроллер. Самый, пожалуй, бюджетный вариант контроллера, который можно купить. Который есть бушный. Что самое важное, обошелся в 200 долларов всего лишь. Работает при напряжении до 90 вольт. Именно поэтому приходится хитрить с переключением между 6 и 7 батареями. А дополнительные батареи и система переключения как раз находятся под ковриком. Это трехпозиционный реле, который в стандартном, в нормальном положении подключает 6 батарей, а в замкнутом подключает 7 батареечку. И вот мои дополнительные батарейки находятся под ковриком. Подвеска не модернизировалась. При этом дорожный просвет уменьшился незначительно. Хотя на лежачих полицейских уже чувствуется отбойник. Это те самые диоды, которые я использую для понижения напряжения. Это немножко неэффективно, потому что часть электричества рассеивается на тепло, поэтому их пришлось прикрутить к переходной плите для отвода тепла. Но конструкция очень простая, и пока я не планирую ее модернизировать. Переходная плита сделана на фрезеровальном станке самостоятельно, и двигатель прикреплен к стандартной коробке ручной 5-ступенчатой, которая продавалась с этим автомобилем в 1985 году. Бортовая 19-вольтовая система питается от аккумулятора на штатном месте. Его отлично хватает, кроме когда нужно использовать фары. Фары потребляют слишком много электричества, поэтому напряжение достаточно быстро падает. Для этого здесь есть дополнительный блок питания, который подключен через реле к аккумуляторам. IBM-ские блоки питания могут работать как от постоянного, так и от переменного напряжения, как выяснилось. Поэтому от постоянного 80-вольтового напряжения они отлично делают 16 вольт, что позволяет во время движения поддерживать напряжение аккумулятора в порядке. Заряжается этот аккумулятор также от такого же блока питания через три диода, чтобы сделать напряжение на уровне 14,4 вольта. Такая система зарядки, как при сравнении с магазинными умными зарядками, оказалась ничем не хуже. Это шунт по-местному, который пропускает через себя до 500 ампер и по разнице напряжений позволяет амперметру как раз измерять ток от батарей. Конечно же, при токах до 300 ампер пропустить ток напрямую через амперметр было бы неразумно. Ну и сами батарейки это батареи не просто автомобильные, а специальные лодочные, которые рассчитаны на более глубокий разряд. С опыта людей это помогает продлить срок жизни батареи. Обычные стартерные батареи так долго не служат и столько емкости не отдают при использовании в электромобиле. Подкапотный выключатель тока рассчитанный на минимум 200 ампер до 1000 ампер при разрыве аварийном. чтобы в момент когда я работаю под капотом что-то случается можно было бы быстро отключить подачу напряжения на двигатель и на контроллер. Электронный измеритель мощности проходящий через него то есть мерит текущее количество ватт ампер вольт и запоминает сколько ватт-час или киловатт-час было потрачено на зарядку машины. Позволяет мне ввести некоторую статистику и понимать сколько заряда прошло в аккумулятор. К сожалению нет пока такого же чтобы смотреть сколько мощности получено из аккумуляторов при движении было бы очень удобно. но в то время как этот стоил 20 долларов аналогичный для постоянного тока для машины стоит 200 как минимум и это пока не для нас. Один из самых больших плюсов этой машины в том что вся ее переделка обошлась в 1000 долларов включая батареи контроллер приборы и все остальное мотор само собой в основном потому что много компонент были бэушные поэтому куплены недорого. Сама машина вышла 300 долларов в среднем состоянии.